друзья всем привет мне в личку поступил вопрос от натальи от моей покупательницы от очень хорошей женщины вопрос вот такого плана что можно сделать с растением с их вере и в частности чтобы она не росла но я так понимаю наталья точно такие же проблемы как у меня нехватка места и маленькие горшочки а так как нам хочется много всяких разных видов а место то не резиновое и вот какие лайфхаки здесь можно применить чтобы розетка ваша не росла большой ну скажу сразу что совсем остановить рост их и вере естественно невозможно все равно это растение она будет расти и стремиться к своим формам к тем которые начертаны ей природой то есть если она изначально большая вот такая как допустим вот это агавоиды срубра она будет большая то есть ну ее можно остановить рост ее можно замедлить можно сделать ее меньше компактней несколькими факторами но совсем ее рост естественно остановить нельзя вот что можно сделать сейчас мы с вами будем разбираться мои растения все вот которые вы сейчас видите перед собой эти растения сидят уже два как некоторые три года в одном горшке в одной емкости в не пересажены вод в том грунте в котором я и их посадила изначально но приблизительно вот так как я посадила вам показывала в прошлом видео показывал как я посадила вот эту детку на постоянку и если она не помрет по каким-то там причинам то она будет находиться в этом горшке и в этом грунте несколько лет подряд вот такая посадка на постоянку то есть растение когда вы сажаете и не пересаживаете долгие годы это конечно же замедляет ее рост однозначно то есть вот если взять вот эту розетку вот короче вот этот пример очень очень такой наглядный вот эта розетка обрела свой горшок вот этот в котором она сидит ну пару недель назад не больше до этого она несколько лет подряд ну где-то года по три она сидела в маленькой семерке и не вот в такой семерке которая знаете вот что здесь 7 сантиметров что здесь 7 сантиметров то есть горшок ровный прямоугольный она сидел у меня вообще сейчас я ищу глазами такой горшок вот наверное вот этот она сидела вот в таком горшке где основании 7 сантиметров а начало горшка наверное пять с половиной то есть горшок на конус то есть здесь грунта и здесь место для растений все равно меньше чем нежели вот в таком горшке в семерке и вот она у меня сидела сидела это эхиверия мексикан джан вот что с ним стало с этим растением вот знаете я сравниваю это растение с многими многими эхивериями вот того же вида вбиваешь там в инстаграме по хэштегу либо вбиваешь просто в интернете мексикан джан нет ни одной похожей розетки вот на эту то есть она мексикан джан но у нее форма настолько не похожа на своего сородича что можно даже и сказать что это совершенно другой суккулин на самом деле нет весь секрет в том что это растение ну просто такое ну страдалица что ли просто но такое бедное несчастное было посажено в семерку и его гигантские размеры у этого растения поистине гигантские размеры для суккулентов то есть размер розетки может достигать и 30 сантиметров представляете вот это растение она может быть 30 сантиметров и за те годы которые она сидит сидела вот в этом в маленьком горшке за те годы уже можно было вырастить такого гиганта путем постоянной пересадки в большую емкость но так как ей не хватало минеральных веществ так как корни и и были сжаты но ей можно сказать сейчас не будет хватать минеральных веществ и корни эти вскоре освоит этот горшок он на 4 сантиметра только побольше на 4 квадратных сантиметра вот я смотрела у георгия арестова вот такую хеверию она у него реально гигантская я не знаю в каком горшке на у него сидит она там у него уже размножилось там множество деток и самая мелкая детка намного крупнее чем вот эта розетка но я не думаю что ей очень и очень много лет просто просто у георгия теплица и у него хватает места хватает раздолье чтобы содержать суккуленты в должном виде когда у тебя небольшие полки а тебе хочется много и жаба твоя шепчет что давай больше и больше вот приходится идти на все ухищрения и вот если сажать и хеверию в меньший горшок то есть горшок должен быть изначально меньше чем само растение вот в этих условиях подрезать ему корневую систему посадить его в меньший горшок по объему и в этих условиях естественно растение не погибнет однозначно но будет расти будет жить существовать возможно даже будет цвести потому что все мои хеверии периодически цветут но мексикан джан не знаю ни разу не цвела но я не знаю еще вообще цветет ли она или нет ну конечно же цветет но в каком возрасте это конечно вопрос не могу вот на этот вопрос рассуждать потому что я не знаю но то что у него изменилась форма то что у него изменился окрас то что у него изменилось вообще строение розетки однозначно листья у него за у нее этой хеверия За многие годы В те годы, в которых она находилась В этом горшке Они стали короче У мексикан джан листья длинные и вытянутые У этой же стали листья короче Ну не знаю, она очень мне сейчас Напоминает колорату Она прикольнее колораты, на мой взгляд Вот в данном виде, в данном варианте Вот как Не знаю, плохо, наверное, видно будет Вот колората Ну вот что-то есть похожее Но вообще они между собой похожи, эти розетки Но сейчас она очень напоминает колорату Хотя вот если ее выращивать В условиях Подобающих Она, конечно же, будет отличаться от колораты И лист у нее будет длиннее И толще, и шире И вообще Вот то же самое я могу сказать Про Не знаю, долезу или нет до нее Вот в центре кадра Розовая Грабтоверия Дебби Цвет, конечно, у нее сейчас не очень яркий Летом она на солнце прям такая Вырви глаз Ядерно-розовая Такая необыкновенная красотка То же самое Она у меня растет в этом горшке Очень-очень долго Около трех лет И вот изначально, когда ей хватало там всего Листья у нее были тонкие Прям тонюсенькие-тонюсенькие С моментом ее роста Роста розетки Роста корневой системы У нее началось Расширение листьев И утолщение листьев Это говорит о том Что ей был тесен этот горшок Ей он и сейчас тесен Вот Я вообще, конечно, стараюсь держать все свои суккуленты Вот в таких жестких условиях И в маленьких емкостях Потому что у меня нет места На самом деле, конечно же Это мучение для них Как мне мой друг Роман сказал Да они у тебя замученные все Они у тебя бедные, несчастные Да, я согласна Они у меня все замученные Бедные, несчастные Но вот другого пока варианта посадки я не вижу Потому что слишком их у меня много И если я буду расширять даже на 2 см Жилплощадь каждой розетки То примерно, наверное, две полки Если собрать все мои суккуленты Примерно две полки А это где-то под 80 горшков Они просто у меня уйдут с полок У меня не будет просто места для этих эхиверий Но вот такими методами, конечно же Можно уменьшить рост розетки Можно увеличить ее компактность И что для этого нужно? Как я уже сказала Сажаем растение в маленький горшок Либо сажаем растение сразу в большой горшок детку Ну в большой, в какой там 6-7 см И несколько лет подряд не пересаживаем Не подкармливаем Не пересаживаем Как известно, без подкормки суккуленты выглядят ярче То есть если вы хотите добиться яркой окраски суккулентов Не подкармливайте их никогда Очень редко поливаем То есть растение замедляет рост Потому что процессы жизнедеятельности без полива у нее тоже замедляются И растение перестает расти Вот три основных фактора Мелкая посуда Отсутствие подкормки Да, бедный грунт Это тоже одно из условий Бедный грунт Если вы посадите растение в мелкий объем горшка Но грунт будет жирный С большей примесью земли Нежели разрыхлителей То конечно же все равно растение будет переть Оно будет там такой вытянутой формы И листья у нее будут намного жирнее Чем нежели оно у вас будет развиваться в бедном грунте Вот как я сдерживаю рост растений Вот допустим вот эта эхиерия Чихуахуэнзис Ей уже года три точно Вот этой розетки Из детки Из небольшой Года три И она у меня сейчас находится постоянно Вот в такой форме Вот что для этой формы нужно Все что перечислила ранее Да, это так Но все равно Ведь растение живое Оно развивается И у нее растут листья И листьев становится больше И они начинают вылезать из горшка однозначно Я просто их обрываю Я обрываю нижний ярус листьев Вот сейчас эти листья касаются горшка Ну там через месяц где-то я оборву там штук шесть с этого растения Все и забуду про него до тех пор пока оно не нарастит еще Оборву еще, еще Ну вот так как оно растет медленно это растение То ножка Вот суккуленты на ножке Вот такая ножка Она будет видна не скоро Если же она станет видна То просто-напросто можно будет срубить ей голову И заново укоренить Есть растения, которые не слишком большие То есть они не всегда бывают крупными Бывают такие растения Их много Просто нужно знать эти виды И кто хочет вырастить Собрать себе коллекцию из небольших растений Просто нужно знать Какое растение растет крупным Какое растет мелким Вот допустим вот это пахеверия экзотика Она не бывает слишком крупная Она у меня росла в горшке Белка, ты чего? А, белка Она у меня росла в горшке Наверное сантиметров шесть Потом я ее пересадила Вот в такую в ровную в квадратную Семерку И вот она с тех пор Находится здесь уже наверное около года Но видите Здесь я с этим растением ничего не делала То есть листья ей ни нижние, ни верхние Никакие не обрывала То есть вот как она растет Так она растет Вот я смотрю Она уже тут обдетилась Смотрите какую она себе деточку выдала красивую Деточки это и есть место даже Где развиться Что не скажешь там о других эхевериях Потому что у них лезут дети Там вообще не могут пробиться сквозь листья Потому что лист находится вплотную С краем горшка Здесь для развития детки Все условия Вот прям прекрасно она себя чувствует Смотрите какая красотулька Вот это Небольшая розетка Она большой не вырастает Ну можно ее чуть-чуть подраскормить Но гигантской такой вот как Рубра Как чихуахуэнсис Она не будет Чихуа кстати очень большая розетка вырастает Свыше 20 сантиметров Если ее раскормить Если ей дать волю Она будет очень большая Так Вот это мадамчик Она тоже У нее есть предрасположенность К большому росту Но вот Редким поливом И горшком То же самое Я сдерживаю ее рост Вот эта розетка Была у меня кстати большая Я недавно ей оборвала Много Большую часть листьев Вот там у нее уже Смотрите какая нога Она практически была Вся утыркана этими листьями И эти листья Ложились уже на соседние розетки И мне пришлось их оборвать Ну мне кажется Ее внешний вид не ухудшился Ничего она так неплохо смотрится Да она не лопух Да она не гигант Но вполне себе неплохо Так Эхиверия Вайлет Квин Вайлет Квин Ну она из тех розеток Которые Не очень вырастают Крупными Но и не мелкими То есть вот этот размер Ее горшок здесь семерка Раскид листьев Уже где-то сантиметров Девять Под десять Но это еще не предел То есть если ее сейчас Пересадить в горшок Больше по ее размеру То она конечно же Наберет в массе Вообще Как правильно выращивать Суккуленты Суккулент должен быть Должен быть посажен В горшок Соразмерно Ее Соразмерно Размером растения То есть Либо Такого же размера Вот есть В этой розетке Десять сантиметров Сажаем его В десятку Но Лучшим вариантом Для правильной посадки Будет Увеличение горшка На два-три сантиметра Если Розетка уже Перерастает Этот объем То естественно Пересаживаем ее В больший горшок Вот так мы Стимулируем ее рост То есть Даем ей правильно Развиваться У меня Они неправильно Развиваются Вот я вам Однозначно говорю Потому что Они у меня все Сидят в маленьких Объемах Это Сдерживает их рост И это не есть правильно Но Это как бы Один из вариантов Содержания Суккулентов И Все равно Выглядят они Достаточно неплохо Я бы сказала Вот Рубидона У меня Это растение Ну не знаю Сколько Может быть Год Да Около года Вру Полтора года Ей Я ее покупала И она у меня Укоренилась И рассыпалась И вот это у меня Детка уже Из листа Детка из листа Это появилось В прошлом Не в 2020 году А в 2019 В 2019 году Летом Появилась Детка из листа Розетка Ну наверное Сварилась на солнце Я уже не помню Что с ней стало Но видимо Был перелив Или просто Обильный полив И потом Нагрелся грунт И листья Как карточный домик Все сложились Сыпались Ствол сгнил И вот Один единственный лист И всех Осыпавшихся Дал детку И вот этой детке Уже Ну летом был год И сейчас Еще полгода Ну в общем Полтора года Вот этой розетке Она сначала Она сначала Росла Небольшой И так Медленно Медленно Я бы сказала Но вот За эту зиму Она прям Так дала в рост Что я Уже опасаюсь Что она станет Точно таким же Вот гигантом Как вот эта Моя любимица Гавойда Срубра И поэтому Вот сейчас Я ее стараюсь Реже поливать Света Кстати ей Для ее окраса Не очень хватает Видите У нее зеленая серединка Это означает То что Света ей Маловато Есть Миниатюрные Розетки Ну не принесла Забыла Но я думаю Вы все ее знаете Эту розетку Это Эхиверия Атоми Самая маленькая Эхиверия В мире У этой розетки Размер Достигает Размер Взрослой Розетки Достигает 3 Максимум 4 сантиметра То есть Ну вот Примерно Вот такого Размера Как вот Эта Супка Римбоза Которая Кстати Тоже Большого Размера Не вырастает Максимум До 6 Сантиметров То есть Вот Эта розетка Тоже Однозначно Из малышек Из мини Которые Потом Вокруг Плодят Вокруг Себя Деток Вот она Уже Начала Плодить Деток Вокруг Себя Вот эта Розетка Хотя Сама Еще Недавно Была Деткой То есть Она Вот так Развивается А Атоми Она Вообще Малышечка Прималышечка Если Будет Обрабатывать Видео Вставлю Фото Если Не буду Если Желание Не будет То Значит Не Вставлю Так О чем Еще Хотела Сказать Ну Вот Допустим Вот Эта Розетка Это Граптоверия О Тут Еще Одна Деть Выросла Уже Большая Это Граптоверия Миссис Ричардс Она Тоже Не Из Крупных Вот Раскид Листьев Этой Розетки Ну Максимум Наверное Сейчас Она Вяленькая Надо Ее Полить Ну Максимум 7 Сантиметров Будет А может Быть Даже Не Будет 7 Ну Вот Это Уже Взрослая Розетка Которая Уже Обдетилась Давно Которая Уже Вырастила На себе Точно Такого Размера Приблизительно Детку И Вот Как Вы Видите Она Некрупная То Есть Вот С ней Ничего Делать Не Нужно Вот Этой Розетки Вот Этого Объема Горшка Вполне Хватает Можно Ее Посадить В Больше Горшок Тогда Эти Дети Будут Развиваться Эти Дети Постепенно Вот Эти Дети Станут Крупнее И Вот Недавно Обрывала Куспидату Вот Смотрите Розовая По центру Куспидата Недавно Обрывала У нее Листья Не знаю Штук Наверное Десять Точно Отодрала Листьев Потому Что Она Уже Лежала Этими Листьями На Горшке И Уже Такая У нее Стала Какая-то Форма Страшная Какая-то Как Блин И Пришлось Мне Их Отчикать Вообще В идеале Ее Нужно Было Конечно Пересадить В горшок Так Сантиметров 15 Чтобы Она Во всей Красе Себя Показала Но Вот Сейчас Я могу Их Только Общипывать Теплица Мне Не Светит Поэтому Поэтому Вот Таким Своеобразным Методом Я выращиваю Я не призываю Вас Друзья Выращивать Точно так же Просто Я отвечаю На вопрос Натальи Что Можно сделать С суккулентом Чтобы Он Не Разрастался И Чтобы Он Рос Компактным И Набирал Окрас Но Друзья В этом Методе Есть Одно Но Не Каждое Растение Соглашается С такими Условиями И Не Каждое Растение Будет Расти Стагнировать Замедлять Рост И Оставаться Красивым И Компактным То Есть Да Многие Растения Неплохо Себя Чувствуют В Маленьком В Маленькой Посуде В Бедном Грунте Все С ними Хорошо Но Бывает И Такое Вот Это Эхиверия Сейчас Забыла Как Ее Зовут Бирку Конечно Я Не Написала Хотя Я Говорила Что Написала Штук 20 Бирок Роза Квин Ее Зовут Вспомнила Вот Роза Квин Смотрите Что С ней Произошло Это Растение Достаточно Большая Розетка Была Она Растет В Горшке 5 Сантиметров Естественно Она Уже Давно Переросла Этот горшок И Ее Так Как Ее Не Пересаживали В Больший Объем С ней Начали Твориться Вот Такие В кавычках Чудеса Она Начала Плодить Из Себя Кучу Деток Причем Детки Не Все Нормальные Точно Так же Как Она Она Потеряла Точку Роста То есть У нее Видите Нет Точки Роста То есть Вот На этом Листе Ее Развитие Закончилось Вот Это был Последний Лист Который Выдала Розетка И Точка Роста Исчезла Это Произошло Потому Что Растение Ну Грубо говоря Стрессонутые То есть Она Растет Развивается В условиях Стресса А стрессом Для нее Основным Сейчас Является Маленький Объем Горшка И Вот Она Потеряла Точку Роста И А так Как Она Потеряла Точку Роста Значит У нее Другой Путь Продолжение Рода Продолжение Жизни Либо Зацвести Что она Не сделала Но Она Зато Выдала Кучу Детей Причем Дети Есть Здесь И Нормальные Ну Обычные Детки Вот Вполне Сформированные Розетки А есть Дети Точно Такие Же Как И Сама Мамка Вот Мамкина Башка Без точки Роста И Дитё Вот Здесь Вот Вылезло Тоже Без точки Роста То есть Вот Это Окончательный Лист Вот Он Последний Завершающий И Больше Нет То есть Я не знаю Если оставить Её Вот В таком Виде Что С ней Дальше Будет Она Наверное Подрастет Чуть Чуть И Начнет Уже То же Самое Давать Детей Вот Отсюда То есть Эта Детка Уже Начнет Давать Деток Ну То То Это Вот Аномальное Развитие Розетки Происходит Только Из-за Того Что Я Так Думаю Что Здесь Ей Очень Тесно Теперь Вот Что Касается Вот Этого Растения Вот Этой Эхиверия Мадиба Вот Сейчас Её Рост Достиг Того Возраста Когда Ей Требуется Уже Пересадка То Есть Если Она Дальше Будет Развиваться В этом Горшке То Той Красоты Которая Есть У Мадибы А Красота Ее Заключается Вот В Этих Кудряшках То Чем Старше Розетка Тем У Нее Интереснее Кудряшки Загнутость Вот Это Края Листьев Загнутые Они Исчезнут То Есть Они Не Будут В Полной Мере Развиваться И Всей Красоты Этой Розетки Я Не Увижу Если Я Ее Не Пересажу В Больший Объем Поэтому Ее Мне Придется Пересадить Вот Чтобы Не Потерять Ее Красоту Чтобы Она Не Пошла Вот По Этому Пути Чтобы Она Там Не Начала Аномально Развиваться Ее Нужно Будет Мне Обязательно Пересадить Так Ну Что Еще Ну Вот Тоже Тот Тот Пример Когда Растению Не Очень Хорошо Вот Это Ну На Первый Взгляд Неплохое Растение Да Симпатичное Но Про Листья Говорила Это Наверное У него От Того Что Она Стояла Слишком Близко К Лампе И Просто Листья Загорели Так Сказать С Горели Хотя Ожогов Нет Просто Потемнели Листики От Того Что Слишком Плотно Были К Лампе Когда Я Убрала Верхний Ярус Полез Зеленый А Кончики Все равно Красные Но Это Бывает Такое Текстурные Вот Эти Листья Украсывал Они Очень Очень Капризные Но Вот Этому Растению Здесь Не Очень Хорошо По Той Простой Причине Что Этот Куст Заполонил Видите Вот На стволе И Получается Что Выросла Она Вот Таким Гребешком То Есть Розетки Эти Заполонили Свой Горшок И Для И Роста И Развития Не Хватает Объема То Есть Листьям Этим Некуда Лезть И Негде Развиваться То Есть Они Все Сжаты По Идеи Ее Нужно Просто Взять И Пересадить В Большой Горшок Желательно Даже Не В 9 Сантиметров Не Вот В Такой А Желательно В Сантиметров Хотя 12 Ну Чтобы Она Развернулась Вот И Смотрите У Все Еще Цветут Потому Что Цветение Красу Приходится На Осенний Зимний Период Но Дело В том Что Эта Красула Уже Цвела То Есть У нее Было Обильное Цветение Не Знаю Где Это В Сентябре Наверное В Октябре Я Вам Рассказывала Как Она Обалденно Пахла Что Запах Стоял У Меня На Всю Кухню Около Недели Ну Вообще Обалденно Пахло И Вот Сейчас Она Смотрите Она Опять Вся В Цветоносах Ну Для Меня Это Конечно Хорошо Но Я Не Думаю Что Это Очень Хорошо Для Растения Потому Что Повторное Цветение Это Ну Своего Рода Аномалия Так Не Должно Быть Красула Цветут Один Раз В Год То Если Такое Происходит Значит Что То Ей Не Нравится Ну А Не Быстро Она Разрослась У Меня Видимо Все Ей Понравилось И Грунт Ей Понравился И Она Попала У Меня На Летнее Содержание На Улице То Видимо Там Иммунитетика Поднабралась И Вот Так Но Сейчас Что То Ей Не Особо Хорошо Плоховатенько Скажем Так Вот Еще Один Пример Ихеверия Лапин В центре Кадра Ихеверия Лапин На Сам Ихеверия Очень Такие Вытянутые Листики Овальной Формы У Меня Ж Она Сейчас Сидит Вот В этом Горшке Который Ей Тесноват И Она Просто Такая Стала Кубастая Толстая Что Не Соответствует Ее Вообще Внешнему Виду Тому Который Должен Быть У Нее Вот Такое С ней Произошло А Вот Друзья Ихеверия Кайхоси Двойная Голова Тоже В центре Кадра Вот Она Сидит В горшке Пятерка Но Этого Горшка Ей Вполне Хватает То есть У нее Две Головы Они Друг Другу Не Мешают Они Смотрят В Разные Стороны Они Они Можно Сказать Даже Не Соприкасаются Между Собой И Вот Тому Объему Корней Который Есть У Этой Розетки Этому Объему Корней Пока Хватает Этой Пятерки Потому Что Вот Аномалий В Ее Развитии Я Не Вижу Наоборот Она У меня Подросла За зиму И Пока Что Ей Всего Ей Все Нравится Но Думаю Что Вскоре Тоже Он Ей Станет Маловато Она Начнет Мельчать Но Все Равно Она Свою Вот Такую Плотную Форму Не Потеряет А Вот В углу Красная Верона Вероне Естественно Этого Объема Горшка Уже Мало Это Гибрид Пуледонис И Она Любит Расти Точно Так же Как И Пуледонис Раскидывать Розетку Листья Она Не Тянется Как Пуледонис Но Просто Специфика Ее Роста Такая Как У Пуледонис И Вот Этого Объема Горшка Ей Естественно Мало Я Постоянно Обдираю Листья Нижние То Если Бо Я Не Отдирала И Пересадила Ее В Больший Объем То Она Была Тоже Такой Приличной Гигантелой Но Вот Пока Что Только Так Ну Вот Наверное Все Что Я Хотела Сказать Вам Что Сделать С Растением Чтобы Уменьшить Его Сократить Его Рост Уменьшить Его Рост Минимизировать Скажем Так Ну Все Друзья Наверное Пора Заканчивать Вроде Осветила Я Эту Эту Тему Но Все Суккуленты Естественно Я Не Покажу Вы Наверное Заметили Что Я Снимаю Большинстве Своих Видео Я Снимаю На Кухне Люблю Я Кухню И В зал Мне Что Ходить Не Очень Хочется Хотя Там Тоже У меня Такие Хорошие Дебри Уже Выросли Я Их Вам Показывала Может Быть Пару Месяцев Назад Сейчас Они Наверное Изменились Для Меня Они Не Изменились Потому Что Я Хочется Я Сняла Видео На Эту Тему Освятила Свою Точку Зрения Пожалуйста Напишите Мне Что Бы Вам Хотелось Услышать Вот Я Сейчас От Сняла Серию Видео По Тем Вопросам Которые Мне Задавали Девочки Которые Откликнулись На Мою Просьбу Все Больше У меня Тем Нет Жду От Вас Новых Идей Ну На Этом Прощаюсь Всем Спасибо За Просмотр Всем Здоровых Растений Всем Также Здоровья Добра Пока Пока